Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Является необходимость уберечь себя и свою семью от шайтана и его тлетворного влияния. С тех пор, как шайтан был изгнан из рая за то, что ввел Адама и Хаву, мир им в заблуждение, пустив их по пути греха и ослушания велений Всевышнего, шайтан поклялся сделать все возможное, чтобы ввести в заблуждение всех людей. Перед нами, как перед мусульманами, стоит одна из важных каждодневных задач – отдалить себя от выхода к шайтана. Это дело не одного дня, а на протяжении всей нашей мирской жизни. Поэтому вот вам несколько советов, следование которым поможет вам уберечься от шайтана. Потому как в достоверном хадисе пророка Мухаммада говорится про шайтана следующее «От Абусаида, да будет доволен им Господь» сообщается, что посланник Божий, мир ему и благословение Аллаха, изрек. Поистине шайтан сказал «Клянусь Твоим величием, о Господь, я буду продолжать сбивать Твоих рабов, пока их души находятся в их телах». «Господь же ответил «Клянусь Своим величием и могуществом, я не перестану прощать их, пока они просят меня о прощении» привели имам Ахмад Аль-Хаким Абу-Яля. Первое. Утренние и вечерние дуа. Если и есть ежедневное оружие против шайтана, которое нам дано, то это дуа, молитвы, совершения и произнесения которых каждое утро является гарантированной защитой. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда болел, читал самому себе суры «Рассвет», альфалек и люди, а нас сплевывая, а когда усиливалась его боль, она читала за него и, взяв его руку, потирала ею, надеясь на благодать. Эти суры священного Корана – лишь малая часть того, что мы можем читать каждый день в утренние и вечерние часы, чтобы отвратить присутствие дьявола от нашей жизни. Второе. Благородный Коран. В хадисе, переданном Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Не делайте ваши дома кладбищами. Сатана убегает из дома, в котором читается сура Аль-Баккара». Хадис передал муслим. Третье. Благой нрав. Иногда самые незначительные вещи, которые мы делаем, приближают к нам шайтана. Каждое наше действие мы должны начинать с имени Всевышнего Создателя, даже выход из дома. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Тому, кто говорит, выходя из своего дома, «Я начинаю с имени Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет изменения условий, кроме как силой Аллаха», будет сказано, «Ты ведомый и защищенный, дьявол не приблизится к тебе». А что вы читаете при выходе из дома и вообще при любом начинании дел? Напишите в комментариях. Нам и зрителям канала будет полезно знать об этом. Всякий раз, когда вы входите в свой дом или начинаете трапезу, начинайте с имени Аллаха и ищите убежище от шайтана, потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Когда человек входит в свой дом и упоминает имя Аллаха при входе и перед приемом пищи, дьявол говорит, «У вас нет места для ночевки и нет вечерней трапезы». Но когда он входит, не упоминая имени Аллаха при входе, дьявол говорит, «Вы нашли место для ночевки». И когда он не упоминает имени Аллаха при трапезе, он говорит, «Вы нашли место для ночевки и вечерней трапезы». Хадис передал Абу Дауд. Четвертое. Манера речи. Бывали ли в вашей жизни такие моменты, когда вы говорили кому-либо не очень лицеприятные вещи, а потом жалели об этом? Что бы ни случилось, что бы ни послужило причиной такого поведения, помните, что одним из инструментов шайтана, чтобы посеять семена раздора между нами, является наша речь. Атая ибнурва Ас-Сагди, да будет доволен им Господь, сообщает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, изрек. «Поистине, гнев от шайтана, а шайтан сотворен из огня, а огонь можно затушить водой. Посему, когда кто-либо из вас разгневается, пусть совершит омовение». Привели имамы Аль-Бухари, Абу-Дауд, Ахмад. Даже если мы иногда можем оправдать свою манеру общения с другими людьми и их поступками, важно помнить, что хорошая речь – это черта характера хорошего мусульманина. Следите за своим языком и своим характером, ищите убежище от шайтана и сохраняйте мир внутри и вокруг себя. Пятое. Зикр. Чтение Корана и совершение зикра являются хорошим противоядием от многих зол, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Зикр также служит другой цели. Он удерживает шайтанов от нас. Везде, где упоминается имя Аллаха, шайтану становится некомфортно. Сообщается со слов Хариса Алишгари, да будет доволен им Господь, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, рассказывал, как наставлял сынов Израиля. Пророк Яхья, мир ему, сказал, «И повелел Господь поминать его часто, ибо поминание Бога подобно неприступной крепости, в которой человек укрывается от своих врагов». И в наибольшей защите от шайтана раб Божий находится в тот момент, когда он поминает Всевышнего, имамы от Термези и Аль-Хаким. Шестое. Фаджр. Реальность нашей жизни такова, что многие люди изо всех сил пытаются проснуться для утренней молитвы в нужное время. До пророка было сказано, что был человек, который спал ночь до утра, после восхода солнца. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Этот человек, в чьи уши справил нужду сатана». Хадис передал Аль-Бухари. Наша неспособность проснуться для фаджра в нужное время это влияние шайтана. И нам нужно каждый день прилагать сознательное усилие, чтобы бороться с ним. И помните, что посланник Божий, мир ему и благословение, Аллаха, изрек. Поистине шайтан сказал, «Клянусь Твоим величием, о Господь, я буду продолжать сбивать Твоих рабов, пока их души находятся в их телах». Господь же ответил, «Клянусь своим величием и могуществом, я не перестану прощать их, пока они просят меня о прощении». Привели имамы Ахмад, Аль-Хаким, Абу-Ялла. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок Судному Дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok